Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Большой плавный привет всем, кто смотрит и слушает первые и единственные в России телеканал с синхронным обещанием в «ФМ-диапазоне». Телерадиоканал «Страна.ФМ» Александра Хайрулина. Программа «Лучшее в стране». И я настоятельно вам советую ближайший час обязательно провести в нашей компании. Вот в чем дело. 9 января, вы наверняка помните, из этой самой студии группа путешественников отправилась в экспедицию «Диксон» в поселок. Это самый северный континентальный населенный пункт мира. На автомобилях в ходе этой экспедиции был установлен мировой рекорд и еще два – России и Европы. Я счастлива, что экспедиция завершена. Удачно! И мы приветствуем здесь в студии всю группу в целом и каждого участника. В частности, друзья, под ваши аплодисменты. Богдан Булычев, руководитель-организатор проекта, путешественник-автор проекта Александр Еликов, фотограф-видеооператор Антон Панов и путешественники и ответственные штурманы Евгений Шаталов и Дмитрий Лапшин. Ну, здравствуйте, ребята! Всем привет! Саша, привет! Живые, здоровые, красивые, бодрые, в общем, практически не изменились. Мы невероятно счастливы, зная прекрасно, что путешествие вашей экспедиции оказалось, ну, мягко сказать, совсем непростой. Спасибо вам огромное за информацию, которую вы предоставили в течение путешествий, потому что мы четко отслеживали и все это на нашем сайте, в социальных сетях. Мы тоже старались показать, но, конечно, наиболее полная картина, я так думаю, еще будет впереди, потому что Антон наверняка наснимал... Сколько, Антон, кстати, материала приблизительный сейчас? По количеству фотографий я не помню, но точно ближе к 100 гигабайтам фотографий. Ну, в общем, понимаете, да, будет действительно что посмотреть, чем вдохновиться, наверное, на путешествия. Я даже не знаю, с чего мы с вами начнем. Сначала какие-то общие эмоции, но все успешно, вы довольны, самое главное, скажите. Да, самое главное, что все цели, которые мы ставили, мы их достигли, и даже скажу, что гораздо больше. То есть мы планировали просто сфотографироваться с ледоколом, мы на нем прокатились, мы его потрогали, мы пожили в нем, то есть стали даже на целые сутки частью команды. Хотели доехать и думали, что будем ехать гораздо дольше, проехали гораздо быстрее. Был такой вариант, что, может быть, даже мы из Диксона могли улететь самолетом, а машины позже привезти морем, если была обслужена погода. Но мы и тут вернулись назад своим ходом, то есть план максимум мы выполнили, все живы, здоровы, поэтому все отлично, все хорошо. 9 января мы с вами здесь находились в студии, вы сразу же отправляете в аэропорт в Домодедово, оттуда на самолетах, и сама экспедиция, наверное, началась 13 января, когда вы уже сели в автомобиле марка Toyota и отправились в эту самую экспедицию. Ну, давайте дальше подробности. Вы уже отправились непосредственно до Диксона. Да, вы знаете, самое главное, о чем мы мечтали, это о сильном морозе, потому что мы вот только с помощью него можем двигаться, да, не то, что с помощью него, а когда сильный мороз на севере, значит, нет метели, значит, твердый наст, жесткий снег. И когда мы приехали, прилетели в Норильск, там начало давить 50 градусов. И ниже. И ниже. Класс! Вот это наконец-то! Мы были просто счастливы от такого мороза, да. Тем более, когда вы уезжали в Москве, снега не было практически, было достаточно... Было плюсовое, да, тепло. И вот мы с плюсовой так вот прям приземлились в эти 50-градусные морозы. И вот, наверное, благодаря им, благодаря вот этой погоде, именно вот крещенским настоящим морозом, таким вот красноярским, арктическим, таймерским, мы выдвинулись. И опять же, благодаря им, как вот вы уже заметили, что мы доехали быстрее, чем планировали. Это было нелегко. Это однозначно было даже сложнее, чем мы и думали, в общем-то. Но сложности были не в том, что не проехать, а сложности были в определенных особенностях, в виде, там, например, белых медведей, которые свежие следы нас постоянно окружали, в виде открытой воды, где мы хотели ехать по льду, а оказалось, что льда-то там и нет. Там нужно плыть или грести. Пришлось искать варианты обхода между торосами, между мысами, вылезали на высокие обрывы, выкарабкивались. То есть вот такие трудности нас окружали всю дорогу. Ну, я еще добавлю, что природа и мороз бесспорно были на нашей стороне. Но самое главное, кто бы что ни говорил, это вы правильно заметили, надежный автомобиль Toyota, вот, не могу про это не сказать. И второе, это, конечно, команда. Потому что если бы не было команды, то ни машины, ни погода, ничего бы нам не помогло, и никто бы никуда не доехал. Поэтому отдельно хочу сказать на правах руководителя спасибо каждому за то, что действительно выдержали. Потому что были в определенных моментах на пределе вот практически. Но самое главное, что каждый чувствовал друг друга. И в тот момент, когда кто-то немножко давал слабину, тут же подхватывали, и этот человек этого не чувствовал. Вот за это, конечно... Кто давал слабину? Белый медведь. Когда он видел нас и уходил, как бы, мы как бы, Миш, ну ты куда? Мы за ним все, правильно? Это, кстати, будет в фильме. Мы за ним, мы снимали, мы ходили, снимали Лешку, где лежал белый медведь, понимая, что вокруг полярная ночь, и понимая, что он может быть где-то там. То есть мы вот шли в такие отчаянные вещи. Вот поэтому белый медведь только давали слабину. Мы нет. Насколько я знаю, замерзнуть вам не удалось. Ну, в общем, вы этого не хотели, не стремились к этому, но... Ну, один раз чуть было не было. Рассказывай. Я расскажу эту душераздирающую историю, потому что я, собственно, принимал в ней участие, как, можно сказать, чуть ли не патологоанатом уже на каком-то этапе. В общем, наша первая ночевка, мы разбили наши палатки, достали спальники, за бортом было где-то минус 57 градусов. То есть мы находились между двумя населенными пунктами, в одном было минус 54, в одном минус 57. Но мы были ближе к тому, где минус 57, поэтому... Будем считать, что минус 57. ...послипшимися глазами по отмерзшим щекам мы поняли, что минус 57. В общем, мы очень жестко пробивались в ночи, просто вот уже до невозможности, и все закончилось тем, что я уснул прям за рулем, кто-то еще где-то... Это когда-то на скорости происходит? Ну, нет, нет, то есть на скорость, там, километр в шесть часов. Понятно. То есть вот, и в какой-то момент, когда все рубились, все копались, я просто уснул, потом проснулся уже в утро, в общем. Ребята пошли спать в палатку. Три добровольца, так скажем, это Антон, Женя и еще наш оператор. Ему, кстати, отдельный привет, да, его сейчас здесь нет, Игоря, Игорю отдельный привет. Вот они троем пошли спать в палатку. В общем, все, они нормально пошли, уснули, все хорошо. С утра я пошел будить ребят. Захожу в палатку, вся палатка вынес, захожу туда вовнутрь, все спальники вынес, просто лежит три куколки такие вот прям вот. Я представляю твое состояние. Я как бы туда захожу, начинаю будить одного, один зашевелился, бужу второго, второй зашевелился, бужу третьего, ноль эмоций. Я думаю, ну все, приехали. Сейчас этот жмур поедет с нами, у нас же рекорд, думаю. То есть он везде на фотографиях так и будет замерзший с лопатой фотографирует. Ну я, конечно, шучу. Вот, в общем, я на момент подумал, что все, в общем, мы приехали, толкаю-толкаю, а это оказался Женя. Оказалось, Женя просто сладко спал. Жень, тебе не было в этот момент, правда, холодно, все было в порядке? Нет, было все отлично. Более того, я был покрыт испариной и просто не чувствовал, как мне будет Богдан. Но я очень крепко спал под утро. Тут я добавлю еще, ночевка была на льду Енисея, прям возле фарватера, возле ледокольного следа, и ночью мимо них прошел ледокол. Они проспали все. Нет, 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 я проснулся как раз таки, а сон был, ну, сложный, потому что было холодно. Мешок-то в один залез, во второй, но дышать как-то нужно лицо на улице, грубо говоря. Начинает замерзать, ты начинаешь затягивать себе мешок. Тогда не дышишь. И дальше спать вообще. Ну, эмоции, да. Ну и все. И на этом еще не конец. Была еще третья фееричная часть всего этого утра. То есть я думаю, ну, ребята же замерзшие, нужно сейчас им разогреть горелку, чтобы она немножко нагрела палатку. И они вышли из палатки, из спальников в теплую палатку и там оделись. То есть мы достаем горелку, но когда стали разматывать шнур горелки, он от мороза не выдержал и просто весь полопался. Прикрепили к нему баллон, зажигаем баллон, тут все загорается. Как же он так не выдержал? Он же наверняка должен быть какой-то морозоустойчивый. Он был морозоустойчивый, но настолько были экстремальные морозы. Скажу сразу, что в этот период были отменены работы у нефтяников-газовиков, которые там были. Дети не ходили в школу. А мы в этот момент ехали и были в самой гуще событий. И ночевали еще плюс ко всему. И получается, в общем, суть в том, что загорается весь этот факел у меня перед руками. Лежит эти три куколки с вот такими глазами. Я понимаю, что если сейчас пыхнет палатка, они отсюда никогда в жизни не выйдут. И вот я вот так вот гусеницей вылазиваю назад, а ребята в этот момент сидят сзади машины. Расскажите, что видели вы в этот момент? Мы как раз с Александром только проснулись в машине и сидим. А в машине-то тепло, надо сказать. Отлично, конечно. У нас было прекрасно. Мы находимся в комфортных условиях, смотрим не глушится. Потому что не глушится. И это была одна из задач, условий экспедиции. Просто она бы замерзла, и мы бы не заведем. Ну это точно так. Машина была стандартная, подогревателей не было. То есть в минус 57 заводить было бы очень сложно. И поэтому машины были заведенные. И вот, Дим, расскажи, как мы наблюдали. Прямо перед капотом, буквально в полутора метрах палатка. И вход в палатку был. И с Сашей сели, сидим. Мы раздеты, одеться же еще надо. И смотрим на палатку. Палатка вроде спокойно стоит, потом начинает во все стороны вот так вот мотыляться. Мы оба застыли, перестали даже разговаривать. Смотрим на палатку, не можем понять. И задом, задом Богдан выскакивает. У него горит. Весь горит, да. Рукав горит, в руке что-то горит. Он быстро хлопает по себе. Ну, в общем, было очень красиво. Я решил взять огонь на себя, потому что ребята бы в этих спальнях не были. Хохотали мы долго. Мы даже и не пытались высунуться из машины. Мы просто сидели и смеялись, потому что это... Друзья, вот такой эфирчик у нас сегодня не для слабонервных. Сейчас небольшая пауза для того, чтобы немножко пройти от себя после такой героической истории. Программа «Лучшее в стране» мы продолжим скоро. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Мы, друзья, продолжаем с вами общаться с путешественниками, с настоящими героями современности. С людьми, которые только что вернулись из экспедиции «Диксон.Про.Путешествия». Продолжаем наш рассказ, такой немножко холодящий до мурашек. Богдан, эта самая ночевка была, оказывается, первая, которая только что ушла речь. То есть на этом закончились первые сутки или начались. После этого начались вторые сутки, то есть, собственно, нашего месячного путешествия. Ну, вот после того, как пришла эта ночь, настроение общее было, какое в коллективе, в команде, такое, что, уф, что же будет дальше, если это первое? Я думаю, что, наверное, надо, чтобы каждый сказал, я для себя понял одно, что все, прикатались, теперь все поняли, то есть, что сейчас будет. Боевое крещение прошли. Да, боевое крещение прошли, понятно, что будет впереди. Но, признаюсь честно, эта ночь была вот одна из таких самых, ну, не самых сложных, а, наверное, вот самых сложных психологических. Потому что мы только приехали, как говорится, с корабля на бал, сразу большой мороз, сразу уперли снег, сразу вода налить, ну, то есть, все сразу было, то есть, и палаточка чуть не погорела, ребята там. И палаточка сам-то не уцелела. Ну, сам-то все нормально. Вот, и поэтому в этот момент, я думаю, что все поняли, что будет дальше, максимально мобилизовались, и дальше уже было абсолютно легко, психологически, и, в принципе, уже всей команде, я думаю, что было гораздо лучше. Вот этот, вот, первый день, и первая ночь, она была еще запоминающаяся тем, что у нас первая встреча с ледоколом была. И когда вот из тумана, из мороза, девятиэтажный дом на тебя выплывает, это что-то с чем-то, весь освещенный, весь в фонариках, покрытый инеем, и полная тишина, только ломается лед, и вот он подходит к тебе, это, конечно, незабываемо. Ну, этот, в этой встрече была не, вами не, ну, не спрогнозированная, скажем так, да, что она именно в этой точке может произойти. Нет, здесь, здесь как раз-таки не сказать, что не спрогнозирована, но и быть уверенными мы не могли, но мы, когда прилетели в Норильск, когда приехали в Дудинку, нам сказали, что, ребят, вам очень-очень крупно повезло, потому что первый раз за этот сезон, в эту зимнюю навигацию, сюда движется в сторону Дудинки, атомный ледокол Таймыр. Занимается он проводкой судов для Норнителя, значит, вот он буквально в ближайшие сутки будет идти вам на встречу. Вот, значит, ну, мы вот в этой эйфории, почему мы ночевали-то на льду, именно вот, потому что мы пошли. Нет, мы пошли вот именно на встречу, там был зимник, был зимник до поселка Байкаловск, мы от него отказались, мы не пошли по короткой дороге, мы не пошли по протичному зимнику. Мы не ищем легких путей. Вот, серьезно, именно так получилось, пошли в обход, пошли по кругу, пошли по сложной дороге, вот как раз когда Богдан рассказал, что мы мучились вот этот первый день, не ехалась машина, и это было ради того, чтобы мы встретили эту машину. Дело в том, что ребята вообще этого не видели ни разу, и как, ну, я-то уже знал, к чему это все идет, я уже видел эту машину такую здоровую, вот, и мы на зимник когда заехали, я говорю, нет, не надо никаких зимников, нам надо ледокол, то есть это будет на всю жизнь запоминающийся. Ледокол прошел, или как раз в этот момент вы его и остановили? Нет, там все было так, мы же русские, как написали потом американские СМИ, что сумасшедшие русские, то есть мы сначала выставили все ледоколы, поставили машины, выставили на штатив фотоаппарат, сделали фотографию, посмотрели, из 10 фотографий только одна, ну что, может еще его догоним? Мы сели в машину опять, сложили все и погнали догонять ледокол, мы догнали его, обогнали, сняли видео про это, кстати, оно должно быть здесь у вас, о том, как мы догоняем атомный ледокол, и как мы еще пошутили, мы на своей дизельной Тойоте догнали атомный ледокол, и в этой гонке победила дизельная. Дизельная Тойота, вот, обогнали его, уехали где-то на километр вперед, опять выставились, и в этот раз уже делали не просто фотографии, а вот Саша потрогал его рукой, Антон снял видео там, то есть какое-то, мы уже так прям кайфовали от самого вот этого момента. И вот, кстати, тут добавлю, что Богдана слова оказались пророчествами, когда он молвил, что вот проигравший возит, и по прошествии двух недель так и получилось, мы об этом даже не могли мечтать, но не буду забегать вперед. Да, повез, собственно. Как же вы оказались на ледоколе? Или, ну, я думаю, что сейчас уже можно поговорить об этом. Конечно, конечно, раз к этому пришли. Я думаю, что, наверное, Саш, ты расскажи про погодные условия, из-за чего, собственно, мы остановились, а я расскажу о всей фазомоторике уже внутренней. Дошли до Диксона, дошли с запасом времени. Вообще, мы были готовы ко всему абсолютно, были готовы идти туда месяц, рубиться, биться, ломаться. Это абсолютная правда, потому что на встрече здесь 9 января вы даже не могли сказать точно окончание экспедиции. В Арктике сроков, в принципе, быть не может. Как сказал Руаль Амундсен, настоящий полярник должен уметь ждать и терпеть. Вот только такой человек будет настоящим полярником. И мы были готовы ко всему, к любым обстоятельствам. Наша цель была Диксон. Даже к тому были готовы, что мы целый месяц бьемся, а потом просто оставляем машины в Диксоне и улетаем оттуда на самолете, чтобы потом машины доставить морем. Судном, да, морем домой. Но мы достаточно быстро добрались и было решено выходить назад. Выбрались назад. Самого сложного, где вот эти, где у нас уплывал наши следы, уплывали. Ну, то есть мы двигались назад по своему следу, в какой-то момент след оборвался, видим, что его нет и понимаем, что лед просто отрывал и он уплыл. Там открытая вода. Да, открытая вода, море, следы медведей свежих. Вот. Выбрались из этих условий, выбрались в Енисей, на полярную станцию Сопкарга. То есть все, дальше уже было все хорошо. То есть у нас был четкий ровный лед, движение вдоль фарватера, потом зимник до дудинки. Я сейчас расскажу, что Саша называет все хорошо. Нет, ну, относительно того, как мы выбирались из вот этих вот участков открытой воды, тарашения, где мы могли быть просто отрезаны окончательно от большой земли, вот. Мы выбрались. Мы выбрались. Сопкарга — это, ну, уже фактически цивилизация. Местоество цивилизации, да. То есть дом, отопление, люди, там, спутниковая связь, Триколор ТВ. Что там только не было. Потрясающе. Значит, и страна ФМ. Да-да-да. И вот немножко, решив отдохнуть, как раз потепление, метель началась. Ну, день ждем метель. Тут колес им надо было немножко порешать вопросы с запасками. И мы вот даже не мечтая ни о чем, просто вот с Алексеем разговаривали, с начальником полярной метеостанции Алексея Быстров. С ним разговаривали, ну, и они ходят мимо полярной станции уже в том месте, ходят вот эти суда-нурнители. Я там не так. Да, ну, вот. И в какой-то момент Алексей говорит, а что вы, говорит, вот корабль, так можно доплыть же. Ну, да, что так тоже можно? Ну, мы думали о так называемой морковке, это вот о судах нурнители, да. А он говорит, да нет, зачем, вот у меня тут на связи, рядом стоит атомный ледокол. И тут же при нас по рации мы вот стоим глазами хлопаем. Не помню, Богдан вроде со мной был вот в комнате, где связь. Стоим глазами хлопаем, а он берет по рации и говорит, ну, капитану. Тут ребят надо подобраться. Капитану, да, обращаются, да, ребят, вот заберешь, вот которые с вами гонялись, заберете вместе с машинами? Он говорит, это не вопрос. И вот здесь, вот здесь, то есть, сказать, что мы испытали шок, ничего не сказать. То есть, и вот все закрутилось, здесь уже, наверное, Богдан расскажет, вот как мы вот все... Да, ну тут опять же, я немножко зайду в предысторию. То есть, перед выездом из Диксона стало нереально мести до 25 метров порыв ветра. Температура опустилась где-то до 15-18 градусов. Ну да, поднялась. То есть, соответственно, снег перестал держать. Мы не могли на выезде найти своих следов несколько километров. Едем по треку, здесь следы, а тут просто чистое поле. Там, где снега было по щиколотку, снега по пояс. Там, где снега было по пояс, снега вообще нет. То есть, все, ситуация абсолютно поменялась. Мы непонятно как, кое-как добрались до полярной станции Сопкарга. Метет так, что сбивает с ног. Ну и, соответственно, мы решили переждать пургу здесь, потому что по ближайшим прогнозам двигалась так называемая черная пурга. Это когда абсолютно ничего не видно, все сметает. Ну то есть, вообще, находиться на, так скажем, открытом воздухе просто нереально. Вот в этом узнают. Друзья, что было потом, мы с вами узнаем после небольшой паузы. Будьте с нами. Друзья, экспедиция «Диксон» про путешествия. Мы продолжаем слушать историю про встречу с ледоколом, атомным ледоколом «Таймыр» Богдан Булучев. Богдан, продолжай, пожалуйста. В общем, мы добрались до суперкомфортной полярной метеостанции Сопкарга. Опять же, хочу еще раз сказать огромное спасибо Алексею, начальнику метеостанции, который нас поставил на полное обеспечение. То есть, и первый, и второй, и третий компот, у нас все было абсолютно, и в неограниченных количествах. Это ведь так важно, да. Я признаюсь честно, что на метеостанцию мы приехали стройными ребятами, которые потеряли столько калорий, копая, нервничая и переживая, а на метеостанции мы восполнили все назад. В общем, переговорили с капитаном, капитан сказал, что возьму вас без проблем, но дальше началась вот эта вот бумажная волокита, то есть мы вышли на руководство «Росатомфлота». Здесь опять хочу сказать огромное спасибо своей жене-владлении. Вот ее не было с нами физически, но весь тыл нам был прикрыт настолько, что я как бы горжусь ей. Потому что вы одна команда, конечно. Это полноценный член команды. Как она сказала, что в тот момент, когда я меняла подгузник дочери, я второй рукой разговаривал с руководством «Росатомфлота». Это было очень круто. В общем, Влада решила все вопросы. Я только позвонил один звонок туда напрямую руководителю, и мы договорились, где мы будем встречаться. Кстати, мы с вами наблюдаем, уже запустили. Вагдан, извини, пожалуйста. Это у нас... Коротенькие пока, да? Это просто нарезочки такие вот так, чтобы антураж понять. Продолжаем. В общем, с капитаном договорились о координатах, где мы непосредственно полностью загрузимся, и договорились о том, что мы ночью выйдем, выйдем на точку, а с утра они нас заберут. Вот. И сейчас можно включить второе видео. Нет, давайте досмотрим, пусть оно идет, наверное, сейчас. Да, давайте досмотрим. Да, вот тут вот видно, как, собственно, все это дело проходило. То есть это примерно вот так вот. Потеря калорий. Да, потеря калорий. И, в общем, когда мы договорились с капитаном, вот, собственно, второе видео о том, что нас с утра заберет атомный ледокол, мы приехали, и у самой кромки, ну, у этого координатов, где он будет, у фарватера, поставили палатку, выставили машину, и с утра нас разбудил протяжный гудок атомного ледокола Таймер. Это было настолько незабываемо, что, я думаю, каждый из нас запомнит эти эмоции на всю жизнь. Антон, твоя работа операторская, я имею в виду. Это сейчас Богдан снимает на маленькую камеру. А где Антон сегодня? Я фотографирую. Где Антон? Антон занимается фотографией, да. Я бегал с фотоаппаратом, видео очень редко снимал, потому что нужно было копать. Я признаюсь честно, что за этот кадр мы там даже, как бы, этот... А кто стоит перед носом ледокола? Это я. Это Саша. Саша ему говорит, что здесь, надо здесь, здесь, да, он... Я его просто махнул рукой, там, а здесь все остановил его. А, это видео. Да, Саша, хватит, ты можешь махать рукой, видео остановилось. Запускаем тогда сразу, наверное, следующее видео, да, как раз история про ледокола, может быть, она будет повторяться немножко, но... В этот момент вы погружались, да, в него? Да, на этом месте, да. В этот момент у нас полностью прошла погрузка, опять же, погрузка была настолько уникальна, приехали ребята, у них не было никаких средств для погрузки, так называемые просто бруски, ленты, вот про это может рассказать Дима, потому что Дима воспринимал там как главный стропольщик, наверное. И, кстати, вот на этом кадре я подошел к ледоколу, потрогал его. Наконец-то, да, наконец-то, и сказал, что теперь я настоящий полярник. А неужели не опасно подходить вот так близко? А уже не опасно, он стоит. Вы знаете, после того, что с нами прошло, я думаю, что вот подходить так к ледоколу, это самое безопасное, вот, вот, после вот именно вот этих моментов, я считаю, что теперь все, крещение полярника было пройдено. Дим, ну, пожалуйста, тебе слово Богдан передал. Подошел к ледоколу, у него шикарная... Довольный Богдан! Ну, так и все, известно, хорошо. Сзади ледокола большая вертолетная площадка и кран, такой хороший, внушительный кран. Спустился боссман с командой. А, подошел, кстати, старший помощник капитана. И сейчас мы участвовали в погрузке и боссман, и старший помощник капитана. Стропы, обычными стропами, с помощью брусков умудрились аккуратно зацепиться за колеса. И чтоб не погнуть кузова автомобиля, аккуратненько все погрузили машины. Быстро и оперативно? Очень быстро, да. И очень красиво машины смотрятся. Ребята были в автомобилях? Синькие машины, кругом все белые. Их кранами загружают. Они такие маленькие, эти Тойоты, на вертолетной площадке, на атомном ледоколе. Они там с краешку стояли. С краешку стояли, да. Ну, поделись своими ощущениями, каково это на ледоколе. Наверняка поймали себя на мысли, что, может, мы так и останемся. Может, Женя, Женя, расскажи. Зачем нам назад? Расскажи вот о своих эмоциях. Спускаться опять на автомобилях и терпеть все эти моменты очень опасные. Жень, пожалуйста. Богдан говорил, что это огромное судно, размером в 9 этажей, очень комфортабельное. Построено было еще в советское время в Финляндии. Ощущение такое, как будто я нахожусь в комфортабельном судне на Средиземном море. Только моря вокруг не было. Да, ну, где-то там подо льдом, очень глубоко. Комфортные каюты, трехразовое питание. Ну, представьте, на завтрак нам давали красную рыбу и яйцо с красной кровью. Замечательный завтрак. Это, допустим, ужин, треска, картофельное пюре. На самом ледоколе есть баня, бассейн. Ну, вы воспользовались, конечно, продушием. Всем, кроме бани, бассейна, потому что там у них саннормы, и, то есть, без справки и без разрешения нельзя. Потому что команда там автономна все-таки. Живут замкнут на пространстве, и поэтому мы это все прекрасно поняли. Кинотеатр на 140 мест, спортивные площадки, мини-футбол, мини-баскетбол, тренажерный зал. А я-то думаю, что у нас московский зоопарк собрался тоже экспедиции отправлять туда на ледоколах. Вот у нас буквально недавно была Светлана Акулова в гостях. Я так думаю, на таких-то ледоколах, конечно, еще не отравится. И вот самые... Сколько вы дней пробовали на ледоколах? Чуть больше суток, вот. Да уж немного. Но самые сумасшедшие впечатления от того, что, вот, как сказали, вокруг моря-то нет, воды нет. И ты смотришь там с седьмого этажа девятиэтажного дома, и этот девятиэтажный дом несется по снежной пустыне со скоростью 20 км в час. Ломая лед просто вот как будто это, я даже не знаю, как что, как печенюшечки. Да. Да, ощущение. Это что-то. Льдины больше метра просто вот... И самое еще главное, что тихо. Понимаете, атомный ледокол, он не издает никаких звуков, кроме треска льда. Треска льда. То есть он, когда останавливается, то все замирает вот настолько, что слышно, как... Если где-то был сверчок, то мы сверчка услышали. То есть настолько все тихо. И сразу могу еще сказать, что очень крутые каюты, очень хорошая столовая, она больше похожа на ресторан. Есть даже свой магазин. И интересная особенность магазина. Магазин работает каждый день, а на выходных написано, приходите и самообслуживание. Оставляйте деньги, берите, что нужно. То есть вот настолько... Да, куда ты там сбежишь? Да, и все-таки вот этот вот шведский минимализм, то есть так как судно было сделано в Финляндии, вот он до сих пор настолько актуален, что, мне кажется, в ближайшие лет 15 о списании этого судна даже и не стоит заикаться. То есть он очень инновационный и технологичный. Вы на ледоколе отправились до той точки, до которой вы, по сути, должны были на автомобилях ехать. То есть вы сократились, сэкономили время. Обратно уже, да. Но в любом случае это была та самая остановка, которая у вас и так была запланирована. Ну что было дальше? Вы спустились. Это уже был обратный путь или это еще выдвигались? Нет, это обратный. То есть путь из Дудинки до Диксона мы проехали на машинах без всей либо помощи. Абсолютно автономно. Абсолютно автономно, на стандартных шинах, со стандартными лопатами, с великолепной командой. А на обратном пути, ну, от такой, мне кажется, возможности, я думаю, никто бы не отказался. Мало того, что сфотографироваться на фоне, так еще и прокатиться на атомном ледоколе. Дело в том, что вот атомный ледокол, он не совершает каких-то рейсов. Он не ходит из порта в порт. Это судно, которое в зимнюю навигацию производит проводку судов через сложные ледовые поля. То есть он постоянно находится, в данном случае, в Карском море, где-то на открытой воде. Встречает судно, проводит через поля эти и уходит либо назад, ждать следующее судно, либо это судно, опять же, где-то в море дожидается и ведет его в обратную сторону. То есть взять, купить на ледокол Таймыр билет и куда-то на нем... Нереально. Это практически как подводная лотка, только надводная. Это была даже удача, это даже не назовешь. Саш, ты нам рассказывал в прошлом, что ты хотел бы искупаться, окунуться в этом следе ледокола. Да, ну я перед самым Новым годом, я в следе ледокола все-таки окунулся, да... А в этот раз решил издержаться. Да. Ну, знаете, минус 57, как-то вот... Ну, на 5, у нас было крещение, и на крещение, перед самым крещением мы думали, как же нам вообще вот на крещение, что же делать? И тут мы выезжаем на стоянку местных нефтяников и геологов. Кстати, ребят, если вы тоже смотрите, то вам огромнейший привет. То есть ребята поставили нас на полное удовольствование. Опять же, накормили в первой, втором и третьем в столовой. Выделили отдельный болок на четырех человек и сказали, вы знаете, у нас еще есть и баня. Это была арктическая баня на 72-й параллели. Ну, в этой бане же вы побывали. В этой бане мы побывали, и в крещение мы оттирались снежком на улице. Высыпали на улицу, да. Все было как полагается. Минус 50, да, все было хорошо. Еще одно видео просим включить и посмотрим. Сейчас прошу, конечно, вас прокомментировать. Очень хочу, чтобы вы нам рассказали еще и про встречу с жителями. Вот это видео, да? Да, ну вот на этом видео как раз, это та ситуация, про которую я рассказывал, когда мы первый раз сфотографировались с ледоколом и решили еще раз это сделать. Вот наконец-то я увидела Антона. Наконец-то, да? Нет, не Антон сзади. Вот Антон сзади готовит. Антон заряжает пленку сейчас в этот момент. Он штатик перекручивает. Готовлюсь. Вот, и вот в этот момент мы его обогнали. Тут мы сейчас делимся эмоциями, как это круто. Мы говорим, что это действительно, что мы счастливы. Вот такая мелочь, обогнать атомный ледокол. Вот кто еще этим занимался? Ну, это закат, очень красиво. Это, собственно, нет, это полярный день, я думаю, можно сказать. Это где-то такое. То есть мы все-таки ехали полярной ночью. Да, в условиях полярной ночи все происходило. День там максимум 5 часов, и 5 часов это вот этот закат. То есть вот такой вот. Очень красиво. Там даже иногда солнца не видно. То есть солнце, ну, как поднялось вдоль горизонта, прошло часик-полтора и ушло все. То есть когда мы въехали сюда в Новую Уренгой и начало светить солнце весь день, мы все чувствовали как вампиры. То есть перед острым резком было нельзя. Вот там, на самом деле, мы даже, кстати, не замечали. Вот лично я не замечал, что нет солнца. Мне настолько было все равно. То есть вы увлечены были, вы увлечены в процессы? Там настолько у нас был такой режим, что не было, что мы с 8 до 9. То есть мы копаемся, копаемся, едем. Мы могли ехать сутки. Копаем, спим, копаем, спим. Полтора суток где-то мы ехали самое большое, да, практически два дня и ночь. И просто вот когда все уставали в рацию, ну что, все, все. И мы вот прям как есть останавливались. Единственное, перед этим заправляем машины, чтобы они не заглохли за тот момент, пока мы спали. И дальше опять просыпались, просыпались не по будильнику, а как организм говорил, что, ребят, вы набрали сил и опять дальше в бой. То есть все было вот не так, как у людей здесь. Штурманам задам вопрос, с вашего позволения, Дмитрий Евгений. Ну скажите, ваше ощущение, в итоге все было гораздо тяжелее, чем себе представляли? Или нормально, абсолютно ожидаемый момент? Ну, собственно, такие нагрузки я и рассчитывал, что легко не будет, нужно будет много копать, много работать. Поэтому, единственное, в первый день, а первый день он формирует темпоритм всей экспедиции. Нам повезло, что был мороз 50 градусов. Это мы уже слышали, везение невероятное. Немножко дико звучит для нас, простите. Это позволило мобилизоваться, и все следующие дни мы уже были мобилизованы, и в этом ритме, собственно, и работали, копали, толкали. Единственное, что в первый, второй, третий день у нас практически у всех, кто работал на улице, были обморожения. То есть отмерзли носы, веки, скулы, щеки. Снимали кожу? Ну, потом, а на что, потом просто кожу с себя снимаешь, полиняли. Вот чем-то похоже на то, как когда человек перезагорает. Ну, только он тут переохлаждает. Похоже, только сначала все красное, точнее, сначала белый нос и щеки, потом все это красное, потом это чернеет и потом сладко. Ну, заботливо так Антону говоришь, Антон, у тебя нос белый. Здесь в защиту штурманов, в защиту ребят надо сказать, что вот с этих минус 57 начало теплеть, но теплеть условно. То есть самая страшная погода, это когда поднимается ветер на потепление, но температура еще та же. И когда у нас при минус 50 начался ветер, там, 15-17 метров в секунду, это реально было страшно. Там сказали, что это минус 72 по ощущениям. По ощущениям это было минус 72. То есть вот ребята не виноваты, что они прозевали там, что обморожение. Это реально было страшные погодные условия. Это около суток мы вот в эту погоду шли, не останавливались, двигались. И как раз мы двигались по дороге, когда нужно было работать, нужна была штурманская работа, именно впереди машины. Дима, ну выходит, значит, вы, Женя и Дима, в общем, на ваши плечи легла самая тяжелая, самые суровые испытания в этой экспедиции. Да ладно, чего же. Там все участвовали в этом. Знаете, вот я скажу, у них еще самое сложное, что было у ребят, это реально, когда вокруг были следы белых медведей, с левой стороны нас прижали к берегу тороса, где-то двухметровый, а с правой стороны, то есть такой большой-большой берег, на который не выбраться, обрывистый. И мы вот в этом, примерно где-то в 30-40 метрах вот этого всего беспредела мы лавировали. И когда ты видишь свежий след медведя, вот дует ветер, а ты видишь, что он буквально прошел, ну вот, минуту, ну, 10 минут, ну, то есть, ну, не больше там 20 минут назад, ты понимаешь, что он где-то здесь, слева в 100 метрах открытая вода, где он, собственно, живет, где он, да. И ты понимаешь, что он сидится где-то за торосом, прикрывая свой черненький носик, чтобы мы его не видели, и смотрит за нами. И в этот момент, когда ребята выходили, они-то, собственно, он вышел один, второй и второй машины, и они копаются. Вот в этот момент, я думаю, что было действительно очень опасно. Скажу честно, сходить в уборную в этих условиях было настолько нереально, что мы все настолько мобилизировали, что до Диксона все, все, как бы, все терпели. И, наверное, поэтому мы последние полтора дня шли не останавливались. Ребята, расскажите, пожалуйста, про сам рекорд. Новый мировой рекорд. 23 января все случилось. Как это было? Поделитесь, пожалуйста. Мы приехали и сказали «Ура! Ура! Ура!» Ну, куда вы прибыли? Мы приехали в Диксон. Диксон. Это было какое-то место специально обозначенное. Администрация. Это была администрация. Мы пришли в администрацию. Вас уже хлебом и солью встречали. Ну, не хлебом и солью, но чаем и кофем. То есть, однозначно нас встретили. Зафиксировали. Самым главным условием было, это на каждом пункте, начиная со старта, фиксировать наше местоположение. Что мы прибыли в таком-то составе, на таких-то стандартных автомобилях, с таким-то номером, сами по себе. То есть, нас никто не тащил, нас никто там не вез. Зарегистрировались и поехали дальше. И вот, финально, также глава администрации все это дело нам заверил. Мы сделали фото-видео фиксацию. Сейчас собираем все это в кучу. Уже завтра отправляем все это в агентство ПАРИ, которое занимается подтверждением рекордов. И будем ждать до трех месяцев, вроде как обещают, от месяца до трех, подтверждение официального рекорда. Дальше, когда нам подтверждают, мы уже сможем в открытую заявлять, что мы рекордсмены Гиннеса, России и Европы. А мы вас уже в открытую называем только так, рекордсмены. Ну, расскажите, пожалуйста, про наш флаг. Друзья, флаг телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы видели в наших социальных сетях, сейчас увидим в слайд-шоу. Он тоже побывал в Диксоне, благодаря ребятам. У нас вот есть ответственность за флаг. Флагоносец Антон. После эфира, да, вручили его мне и все. Теперь ты за него отвечаешь. Ну и вез, вез. Мы попросим, кстати, всех ребят обязательно что-то там написать, нам автографы оставить на этом флаге. Но расскажите, было же тоже очень сложно и очень опасно. Во-первых, флаг сложно было сохранить. Ну, подождите, вы же рассказываете, там страшный ветер. Это во время фотографии. То есть, ну, как выглядит фотография? Флаг надо растянуть. А когда на улице шквальный ветер, больше 20 метров в секунду, растянуть флаг, ну, вот... Большая парусность, флаг-то тоже большой. Сложная задача. И то есть, мы делали это реально всей командой. Всей командой мы держали со всей силы этот флаг. Умоляли Антона быстрее сфотографировать, пока мы не улетели в каско. У нас отмерзали руки. Все ветер задавал настолько, что мы в какой-то момент затянули капюшоны. И Саша на одной из фотографий убрал голову в сторону, лицо, потому что нам замерзло. И со словами, так все равно никто не разберет что-то. Да, с торчащим ухом из этого капюшона я сфотографировал. И на самом деле, если даже сейчас увеличить, непонятно, ухо там или глаз. При этом ваш флаг самый большой был. Мы вас искренне благодарим за это, потому что, ну, правда, проследились девочки и мальчишки. Все сказали тоже, ого, невероятно круто. Это гордость большая теперь. Теперь мы за вами будем везде следом. Я хочу попросить сейчас включить слайд-шоу. Это фотографии, это уже работа Антона, я надеюсь. Мы сейчас будем наблюдать. Ну, а вы, конечно, рассказываете, походу, что будем успевать. Это самое начало приблизительно? Я думаю, что тут все немножко перемешано. Да, скорее всего. Перемешано, где целые машины с целыми бомберами, это начало. Это встречные местные жители, они передвигаются там либо на снегоходах, либо на треколах. Это большие машины. Видите, какой я грустный. Здесь, да. Да, да, да. И, собственно, никто на таких машинах там вообще не ездит. Когда мы выехали на этих машинах, все местные нам говорили, «Ребята, либо вы самоубийцы, либо вы реально профессионалы». Я думаю, что мы все-таки, наверное, самоубийцы. Честно. Мы профессиональные. Вы профессиональные самоубийцы. Нам глава Диксона так и сказал, говорит, вы сумасшедшие. В самом хорошем смысле этого слова, конечно. В интернете с сарказмом говорили. Наивные чукотские в юноши. Да, да. Очень многие не верили. Вот наличь. Да, это вот водичка. Очень многие не верили. И еще много людей были, которые прекрасно понимали, куда мы едем, которые сами путешествуют по Арктике. Они очень переживали, понимали, что шансов очень мало и очень сложно. И реально вот удача и профессионализм только нам могут помочь. Вот в встречных машинах там перемещаются. И то эти машины проваливаются в наледе, их потом достают. То есть там не все так просто. Ну, я думаю, многие сейчас наверняка, глядя на лопаты, на то, как вы работаете, попробовали, что это такое приблизительно. Вот как раз совсем недавно, когда на Москву вырушился снегопад. Но благо, конечно, температура была другая совсем. Ого! Нет, там вот был случай, где стояла палатка и машина. То есть вот там мы жгли. Да, там мы жгли. Вот здесь. Ну, вон он наш мак! Выглядим мы нормально, но здесь мы просто выживаем. Потрясающе, друзья. Это невероятно, это незабываемо. И что касается встречи, вы уже немножко рассказали с жителями, с местными. Глава был, жители тоже. Очень малое население там, около 600 приблизительно человек. Даже меньше. Даже меньше уже, да? Надо, чтобы в интернете поправили информацию. Сколько человек вас прибыло встречать вместе с главой? Да нас никто так особо-то не встречал. Мы сами приехали в администрацию. То есть те, кто были в администрации, собственно, они нас и приняли. И, наверное, еще нас встречали, опять же, на полярной станции. Нужно сказать, что мы заехали на полярную станцию Диксон, на остров Диксон. Вот. И там нас встретили. Вот. Тоже, опять же, местные полярники. И, опять же, там были знакомые Саше, потому что он уже там до этого был. Вот. И как бы вот мы так опять в такой хорошей, дружительной обстановке и там провели эти сутки. Вот. И они нас тут не хотели отпускать. Потому что с утра начался этот шквалистый ветер. Они говорили, ну, куда вообще собираться? А мы выглядываем за окно, а там просто... Ну, если сказать, что там не Настя, то это ни о чем не сказать. Ничего не видно, все метет, провода все шевелятся. И думаю, господи, вообще, ну, с Богом. И вот в такой вот открытый космос мы, собственно, и вышли. Почему же не решили переждать все-таки погоду и время? Мы могли вообще там остаться тогда. Ну, тут надо вот дополнить, что... Почему вот нас не вышли встречать, да? В Арктике очень мало населенных пунктов, и крайне мало между ними кто-то передвигается. И про нас все все знали. То есть наше появление в населенных пунктах по пути следования не было неожиданностью. Вот. То есть уже вот, ну, все прекрасно знали, что едут какие-то отморозки. Откуда вы ехали, да? На каком состоянии приближаетесь уже? И тут вот надо вот как раз сказать об этой гостеприимности, безумной северной гостеприимности. Это еще одно то, зачем туда хочется ехать, к этим настоящим, открытым, северным людям. Друзья, нам не хочется, но мы вынуждены, нам надо прерваться ненадолго, после чего мы послушаем обязательно с удовольствием про гостеприимство северных народов. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, экспедиция «Диксон. Про путешествие». Мы продолжаем общаться с участником экспедиции. И Богдан нам начал рассказывать, или Саша, да, оба, начали рассказать про гостеприимство. Замечательно про то, северных народов, про которое никак нельзя умолчать. Мы не будем молчать. Мы рассказываем. Вот расскажу о тех селах, о тех поселочках, в низовьях Енисея, которые находятся. Как вот я говорил, мы не пошли по зимнику, по прямой, да, мы пошли по Енисею. Это круг, это сложней, но зато там абсолютно гостеприимнейшее и наитеплейшее место – это село Караул. Вот, прям вот название страшное, но оно абсолютно не соответствует своему названию. Скажи, что там еще никто никогда не был, никакая экспедиция там не была. То есть мы немножко усложнили свою задачу, нам задача была доехать до «Диксона». Но мы ее усложнили, мы сделали круг, чтобы посетить село Караул. Были до этого попытки, они были неудачными, у нас это все получилось, и мы еще плюс к этому были вознаграждены вот этим вот сумасшедшим гостеприимством, когда мы среди ночи, просто заехав в село, обратились к первому же человеку, это кто-то задержался в администрации, и молодой человек работал, сидел, и он просто поднял на уши, вот в прямом смысле слова, всех, сказал, мы вас сейчас разместим, нашли директора ДК Евгенья Санна, которая в среди ночи прибежала. И мы прямо на сцене. Да, и мы прямо на сцене. С малой труппой, собственно. Да, вот, то есть нас там разместили, мало того, ну, мы устали, мы целый день ехали, всю ночь размещались там. Утром нас разбудили огромной кастрюлей ухи, то есть... Из местной рыбы, вкуснейшая, да. Но на этом еще, опять же, не все. После этого мы пришли в администрацию, говорим, ребят, нам бы топливо купить. Они говорят, сейчас решим вопрос, ни копейки с нас не взяли, заправили нас опять по самое горлышко, как говорится. И так продолжалось практически везде. Нефтяники, газовики заправили нас. Ребята из караула администрации нас заправили. Где-то везде по маршруту, в Диксоне, еще где-то. Вот все, кто могли, нас заправляли по полной станции, по полной программе, как говорится. Поэтому еще раз от нас, от всей нашей экспедиции, всем огромнейшее спасибо за действительно вот какое-то вот искреннее желание помочь и за открытые добрые чувства. Вот это действительно спасибо вам. Друзья, невозможно, конечно, вы себе представляете за такое короткое время эфира узнать все подробности. Но точно я знаю, что на канале YouTube, да, про путешествия. Конечно, там есть все. В соцсетях у ребят, да, все будет в полных подробностях, потому что мне поговорили еще и про мистические моменты этого путешествия, про много еще чего. Я хочу сейчас обязательно Диме дать слово, потому что сегодня нужно поздравить одного человека, замечательного с днем рождения, который ждал также эту экспедицию, возвращение ее. Да, у моего сына сегодня день рождения, целых 4 года. Поздравляю тебя, Алеш, с днем рождения. В общем, расти, Алешка. Дорог и на тебя хватит. Понятно, папа, значит, будет готовиться Алексея, да? Ну и еще, друзья, один важный момент. Сегодня участники экспедиции отправляются в основном по домам со своим любимым семьям, кроме Александра Еликова, который сказал, зачем у меня впереди еще. Саш, куда ты едешь, расскажи, пожалуйста, да. В этом году планируется попытка пересечения по льду Татарского пролива. Татарский пролив, это у нас находится между материком и островом Сахалин. Мы попробуем одной машиной, два человека, пересечь Татарский пролив и достигнуть острова Сахалин на автомобиле своим ходом. Вот. Думаю, будет очень интересно. Думаю, будет очень увлекательно, потому что там та же самая примерно ледовая обстановка, как в Енисейском зале была в этом году. Ну, это же вдвоем, мне кажется, это куда гораздо опаснее и страшнее. И интереснее. И быстрее. Можно будет следить за нами, вот Богдан сейчас подскажет. Да, да, да. Тот же самый маячок, который у нас был на нашем сайте ErgoExpo, на сайте арктической экспедиции, мы просто маяк передадим Саше, и, соответственно, там можем будет отслеживать, где он находится и что он. Вообще, двигаются ли они или не двигаются. Поэтому все там будет. Саш, удачи. Спасибо. Ждем твое возвращение. Пусть также будут исключительно положительные эмоции и много чего удивительного. Это без рекордов, без попыток установить рекорды? Будут попытки, во-первых, пройти такой маршрут. Будет однозначно, если позволит ледовая остановка, доехать до самого севера острова. Но так как мы не заявлялись, это будет просто собственная победа, если все получится. Ну, ты проложишь маршруту, а потом всю команду соберешь и отправишься. Ну, да. Есть уже. Ребята, спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Мы искренне вас благодарим. Мы за вас действительно переживали. И мы счастливы, что все прошло удачно. Что вы невероятные молодцы и настоящие герои. Пусть вас действительно впереди ждет еще очень много открытий, путешествий, экспедиций. Наша студия, наша площадка всегда вам рада. Я хочу еще раз представить каждого участника экспедиции. Дмитрия Лапшин, путешественник, ответственный штурман. Дим, ну, ты доволен своему поездкой? Оценку по пятибалльной шкале? Шесть. Шесть даже баллов. Отлично. Александр Еликов. Он день рождения отмечал на Атанунулина Доколе. Вот, ну, это пойду в шесть. Мы ему подарили, я думаю, лучший подарок. Саш, пожалуйста, твое мнение. Ну, ты доволен, по-моему, ты сказал, что... Я через край доволен. И доволен командой. И у меня были некие сомнения, потому что ребята... По поводу команды? Ну, по поводу сложности всей. И я уже сталкивался, когда было ребятам тяжело. Приходилось их снимать с маршрута. Здесь было просто все отлично. Спасибо всем. Антон Панов. Максимально понравилось. И хотелось бы еще. Мне показалось даже, что мы как-то быстро все это сделали. Потому что готовились, конечно, до конца февраля. Продолжение. Богдан Булычок, руководитель, организатор проекта. Все отлично. Следите за нами. Скоро будет еще интереснее. То есть новые проекты, экспедиции. Ах, Евгений Шаталов. Ответственный штурман, путешественник. Я счастлив. Интереснейший маршрут. Суперкоманда. И я счастлив, что этот месяц провел в этом месте и в кругу этих людей. Друзья, спасибо вам. Удачи вам, друзья. Про путешествия и все подробности смотрите на канале Тюб. До новых встреч здесь, в студии телерадиоканала «Страна-ФМ». Программа «Лучшая в стране».